что и если говорить о рейтинге безусловно поддержка после присоединения крыма подскочила до этого она падала ростом почти пять лет с 2008 года после там я вас период до крыма была еще олимпиада который очень сильно олимпиады олимпиада приостановила падение она только это был так но повлияло все-таки это в конце тринадцатого года на январе 14 года это был самый низкий уровень популярности путина и наоборот очень большая часть опрошены говорили что они устали от путина ожидать выполнения его обещания и что они хотели бы видеть другого кандидата после присоединения крыма и начале конфликта в донбассе ситуация радикально изменилась во-первых изменил все информационное пространство и рейтинг путина конечно подскочил одобрение касается прежде всего именно этого его образа защитника русских на украине в донбассе он в этом смысле ведет себя правильно по понятиям защищая своих вне зависимости от всякого окружения это раз второе и что я хотел бы в этом сказать это не означает высокой конкретные оценки его политики в области экономики борьбы с коррупцией с терроризмом крайне недовольство в отношении социальной политики деградация медицины там и про образование образование люди понимают что мы оказываемся в таком военно-полицейском государстве если посмотреть по приоритетам расхода расходов бюджета потому что доля расходов на армию и на полицию она примерно в пять в четыре с половиной пять раз больше чем вы не считаете что это вынужденные меры вы считаете что это конечно нет причем тут нет это как раз результат полностью того что общество не участвует в этом когда мы спрашиваем на что надо тратить деньги люди говорят как раз на социальный расход на медицину на социальную защиту на образование это то что обеспечивает развитие общества это социальный капитал и есть поэтому в этом смысле приоритеты не но утратить на бару и вы будете этого руководства не знаете заявление бонапарта что народ который не хочет кормить свою армию будет кормить чужую это в общем этот тезис на самом деле не было не это навязанное чувство угрозы потому что когда мы начинали восемьдесят восьмом году свои опросы первый опрос и задали если у страны враги и нам назвали только 13 процентов в общей сумме и там были коммунисты сепаратисты исламисты сыр у запад кооператоры мать и вот смотри 13 процента вы сказали это примерно те же 12 процентов которые не поддаются телепропаганде которые видели действительно расклад 50 с лишним процентов в россии 52 процента 47 по союзу сказать зачем искать врагов когда все проблемы с нами с нашим прошлым умны наивные были конечно с приходом путина эта цифра по но она медленно поднималась не не буду уже все полностью приписывать путина но во всяком случае в 2003 году эта цифра поднялась до 80 процентов после присоединения крыма 84 процента сейчас она 80 процентов вот это создание фантома мифа о том что мы живем в враждебной среде это порождение своих внутренних проблем это проблемы собственной агрессивности на мир совершенно свободная атмосфера понятно некоторые живая можно было бы повести беседу так больше говорить о социологии а в общем думал что больше о социологии организации достоверность и прочее меньше обо мне самому это не от меня зависть я в данном случае отвечаю вопрос я готов отвечать на любые вопросы поэтому ну к любым вопросам более-менее готов приветствую вас друзья недруги удивительное дело зрители исходят из презумпции того что если журналист задавая вопрос и выслушав ответ не вступает в полемику со своим визави то он согласен с позицией гостя это не так я просто считаю что по зрителю он достаточно умен для того чтобы делать выводы самостоятельно из того что он услышал а не подавать мою какую-то авторскую оценку тех или иных заявлений моего собеседник а вот в свое время уход вас ваши я имею ввиду и левады и все всего коллектива из циома это тоже была политическая мать мотивация но на нас было оказано очень сильное давление какого рода ну мы готовились к акционированию поскольку государство перестало нас финансировать в девяносто первом году сразу после краха то какое-то время мы существовали научились жить на собственные средства на те которые зарабатывали и пытались акционировать в 2002 году на наше руководство еще тогда было и александр левада было оказано давление просто его вызвали и сказали вот вам новый директор вы человек пожилой вы должны уйти вызвал кто мне вот идет кто вот мог вызвать леваду леваду представитель ну учредители в том еще тогда ну стал быть собственники собственники это было государство извините минуту мир труд и профсоюз тем не менее собственники то есть он который перед этим только что левада был назначен на пятилетний срок в этом смысле он полностью был в правовом поле и защищать значит не выбор ну вы выбран и назначен потому что тогда еще действовал закон о выборах руководства страны авторитет его был таков что тут нет никаких сомнений вот ему показали он спросил а кто собственным вот некий аспирант тогдашние левада сказал что нет этого не будет потому что это означало смену курса просто всего информационного и когда стало ясно что работать нормально центр это все-таки очень сложная организация стало невозможно мы создали умы я тогда еще не было в руководстве дирекция создала запасную площадку аналитический центр ревцом и туда все ушли социума аналитика это было называлось да и и туда перешли все сотрудники почти все сотрудники вот соответственно дальше арбитражный суд по заявлению нового руководства используя торговой марки это как раз все понятно но это было прямое давление с абсолютно точно такими элементами экономического нет никакой там экономики не какой экономикой совершенно свободная атмосфера понятно некоторые живая можно было бы повести беседу так больше говорить о социологии а в общем думал что больше о социологии организации достоверность и прочее меньше обо мне основном это не от меня зависть я данном случае отвечаю вопрос я готов отвечать на любые вопросы поэтому ну к любым вопросам более-менее готов